Официально представлен среднеразмерный кроссовер Mazda CX-5 2017 модельного года. Изменения в дизайне, прямо скажем, нереволюционные, тем не менее отличить новую пятерку от предыдущей можно легко. Главный акцент впереди – очень узкие светодиодные фары, в которые интегрирована алюминиевая окантовка решетки радиатора, которая, в свою очередь, стала заметно крупнее и теперь напоминает по форме таковую у старшего кроссовера Mazda CX-9. Совершенно иначе выглядит бампер. Вместо довольно крупных воздухозаборников появились еле заметные прорези внизу со встроенными очень мелкими ходовыми огнями. Бампер стал длиннее, он сильнее скошен, за счет чего передняя часть автомобиля стала, если так можно сказать, более острой. В результате выглядит теперь CX-5 резче, динамичнее и крупнее, хотя габариты автомобиля остались прежними. Из практичных вещей снаружи, заходящие глубоко под пороги, пластиковые фартуки дверей, благодаря чему блюки всегда будут чистыми. Изменений в салоне заметно больше. Совершенно новая передняя панель, иные сопла вентиляции, 7-дюймовый дисплей теперь расположен вверху. Под козырьком по-прежнему аналоговые приборы в трех довольно глубоких колодцах. В топовых комплектациях появился проекционный дисплей, отображающий на лобовом стекле скорость и подсказки навигационной системы. Производитель заявляет, что на новой CX-5 заметно улучшена шумоизоляция, используются более дорогие и качественные материалы в отделке салона. Моторная линейка состоит из бензиновых двигателей семейства SkyActiv объемом 2 и 2,5 литра, а также турбодизеля объемом 2,2 литра. Каждый из них может работать в паре с шестиступенчатой механикой или шестиступенчатым автоматом. Средний расход топлива базового мотора по заявлению производителя 6,1 литра на 100 километров. Если это правда, то CX-5 следует признать одним из лучших кроссоверов в классе по экономичности. Динамические характеристики пока не названы. С какими моторами автомобиль будет продаваться в России тоже пока неизвестно. Первое поколение представлено сейчас с 2 и 2,5 литровыми бензиновыми двигателями мощностью 150 и 192 л.с. соответственно. Рулевое управление с электроусилителем, подвеска принципиально не изменилась. Стойкий Макферсон впереди и многорычажка сзади. Из интересной электроники пакет помощи водитель. В него входят, например, радарный круиз-контроль и система распознавания дорожных знаков. Также кроссовер получил систему, позволяющую регулировать крутящий момент двигателя в зависимости от угла поворота руля и оптимально распределять тягу на ведущих колесах. Продажи новой Mazda CX-5 в Японии стартовали в феврале этого года. На других рынках, включая наш, модель должна появиться в самое ближайшее время. Для России кроссовер будут собирать во Владивостоке. В России на долю CX-5 приходится свыше 70% продаж японского бренда. Это ключевая модель на нашем рынке для Mazda. Тем не менее, продажи в сравнении с конкурентами Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan и корейскими одноклассниками остаются откровенно слабыми. Одна из причин – значительное повышение цен после изменения курса рубля. И общий невысокий уровень популярности бренда Mazda в России. Смотрите также на моем канале свежие тест-драйвы, новый Volkswagen Tiguan и его ближайший конкурент Ford Kuga. Также традиционно буду благодарен за всяческие лайки и плюсики, которые видео продвигают, но ставьте их только тогда, когда программа вам действительно понравилась или была полезна. И также традиционно я вам желаю удачи на дорогах.